МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАМАНИЛ К СЕБЕ И НАДРУГАЛСЯ Вы подозреваетесь в отношении, естественно, есть в своем характере, совершенном отношении лица, недостигшего 14-летнего возраста. Альметьевца обвиняют в педофилии подозреваемый 53-летний местный житель. Что-то вылилось, горожан насторожили масляные пятна на водоеме. Вот сейчас я шла, чувствую, что пахнет бензином. Следы топливной жидкости были видны на воде каскада, что говорят экологи. Суд над начальником пожарной части. Я не переселиваю целью, я не теряю ответственность. Я виноват. Я заслужил наказание. Его обвиняли во взятке за бронь от мобилизации, чем завершилось дело. В школе стреляли из автомата. Зарница 2.0. Старую военно-патриотическую игру перезагрузили. Что изменилось и что говорят участники. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Альметьевца обвиняют в педофилии, по данным Следственного комитета, подозреваемый 53-летний местный житель Альметьевска. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних детей 8 и 9 лет. Согласно материалам дела, он пригласил их к себе в дом. Там все и произошло. Как отмечают следователи, мужчина в 2012 году уже был судим по 12 эпизодам развратных действий в отношении детей. После чего отсидел 8 лет в колонии строгого режима. На данный момент ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о других противоправных действиях подозреваемого, просят сообщить об этом в полицию. Вы подозреваетесь в совершении насильственного истексуального характера, совершенного в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенных лицом, имеющих среди незаранее совершенные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в отношении двух несовершеннолетних, то есть совершение преступления подусмотрено пунктом А, Б, части 5, ст. 132 Главного Кодекса Российской Операции. Это вам понятно, да? В чем подозреваете? В Альметьевских горожан насторожили масляные пятна на воде каскада прудов. Местные жители предположили, что в воду попал бензин. Многие заметили и характерный запах топлива рядом с водоемом. Сюжет Елены Бауэр. Вчера примерно на этом месте местные жители обнаружили пятно, напоминающее следы бензина в воде. Сейчас его уже не видно, но характерный запах все еще есть. Особенно сильно пахнет топливом неподалеку от моста. А ветреная погода только усиливает эффект. И даже те, кто не знал о появлении пятна и не видел его, почувствовали запах. Запах, да, но я здесь же не живу в этом районе. Я поэтому не замечала. Альметьевцы предполагают, что в воду каскада нефтепродукты могли попасть не случайно. Также жителей беспокоят последствия случившегося. Кто что сливает, кто знает чего. Я вообще-то редко здесь хожу, но вот сейчас и шла, чувствую, что пахнет бензином. Рыбу жалко, она же ведь, рыбаки же все равно ведь ловят, она же ведь портится, тухнет же ведь. Накануне, обнаружив загрязнение, альметьевцы сделали эти фото. На них хорошо виден масляный след. Чтобы проблема решилась, неравнодушные граждане обратились к власти. На каскаде прудов, где мост влюбленных, очень сильно пахнет бензином. Также большое масленичное пятно на поверхности воды. Вероятно, после этого появились специальные ловушки, которые задерживают стекающие загрязнения. И тут можно увидеть пленку на поверхности воды. После обращения альметьевцев вопросом занялись экологи. Сотрудники департамента экологии и благоустройства выехали на место и выяснили, поступление происходит из ливневой канализации с улицы Булгар и Монтажной. Специалисты продолжают обследовать ливневые колодцы. В департаменте экологии сообщили, что на момент проверки ливневые колодцы были закрыты, доступ ограничен. Елена Баур, Антон Николаев, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Руководителям городского исполкома и департамента развития поручили лично обойти подвалы в жилых домах. Об этом заявил глава района Тимур Нагуманов. Он подчеркнул, что укрытия должны быть приведены в нормативное состояние. Это необходимо, чтобы противостоять угрозам. Каждый подвал персонально должны спуститься. Мы с вами, вы персонально, к сожалению. Кирилл Федорович тоже. В каждом подвале побывать. Добиться того, чтобы он соответствовал. По центру города альтернативы давайте смотреть. Позже исполком передал информацию, что работа выполнена, помещения обошли и они находятся в нормативном состоянии. Однако жители заявление возмутили. Кто-то из горожан даже поделился видео о сделанном подвале своего дома. В комментариях пользователи делились недовольством. Кто-то даже выразил мнение, что дрон выглядит безопаснее, чем данное укрытие. Это цитата. От заключения под стражу до приговора 9 месяцев. В Ольметьевском городском суде подошел к концу процесс над начальником одной из пожарных частей города. Мужчину обвиняли в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, взамен руководитель должен был трудоустроить сыновей одной из городских предпринимательниц. Чем в итоге история завершилась. Расскажем далее. Последнее слово подсудимый сказал спустя почти год, как его заключили под стражу. Начальник одной из пожарных частей города и его адвокат выбрали как тактику защиты переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью. Не получение взятки в крупном размере, а мошенничество с использованием служебного положения. Признал вину в получении денег, однако считает, что он совершил мошенничество. То есть у него не было полномочия в тех действиях, которые он совершил. Однако сторона обвинения считает, что он получил взятку. История начинается в середине июня прошлого года. После обеда к подсудимому с обыском на работу и домой нагрянули оперативники ФСБ и следователи СК. Произошло это почти сразу после возбуждения уголовного дела. Пункт В пятой части статьи 290 это получение взятки в крупном размере. А именно 300 тысяч рублей за то, что по версии следствия руководитель устроит человека на службу с гарантией брони от мобилизации. А значит следствие обвинения считают, что возможности и полномочия для трудоустройства у подсудимого были. В материалах дела как свидетель фигурирует еще один гражданин. Сейчас в городском суде рассматривают его дело, в котором он уже подсудимый. И назначить его наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 3 миллиона рублей. И сверху пошел запрет сроком на 4 года занимать посты на государственной службе. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Мусор привозят самосвалами. Урсалинцы пожаловались на большую свалку в микрорайоне. По словам местных жителей, они стали свидетелями того, как отходы выгружали из грузовых машин. На видео, которые сняли на месте, видны автомобильные покрышки, мебель, мешки, оконные рамы. В департаменте развития сообщили, что передали обращение региональному оператору. Главные события города, района и всего Юго-Востока республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. На сегодня еще не все. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. 20 тонн гум-груза отправили из Аинска. В машине продукты, лекарства и одежда. Помощь получат в Луганском госпитале. В школе стреляли из автомата. Зорница 2.0. Старую военно-патриотическую игру. Перезагрузили. Что изменилось и что говорят участники. Малообеспеченным раздавали продуктовые наборы. Члены азербайджанской диаспоры и сотрудники соцзащиты навесили подопечных. Традиционную акцию приурочили к завершению месяца Рамадан. Благотворители приехали на дом к людям с инвалидностью, малымущим и к другим нуждающимся. Всего посетили 10 семей. В этот же день навесили воспитанников и сотрудников Альметьевского детского дома. Для них подготовили благотворительный обед. Школьники стреляли из автомата, ходили с троем и оказывали первую помощь. В Альметьевске сегодня сыграли в Зорницу 2.0. Это проект движения первых. Он должен был стать новой версией, известной еще с советских времен военно-патриотической игры. На местном уровне программа испытаний особо не переменилась. Но на федеральном участников ждет кое-что новое. В частности, этапы с использованием высоких технологий. 16 команд в 16-й школе 16 апреля собрались на Зорницу. Алмаз Нурдинов, первокурсник Альметьевского профессионального колледжа, занял место на огневом рубеже. На этом этапе участникам дается три выстрела, чтобы показать лучший результат. 9, 9, 8, это 10, это 10, вот за диланка, да, 10. Алмаз в своей тройке стал лучшим. Ну, когда бы в школе таких зорниц не было, была стрельба, ездили на стрельбы, там разборка-сборка автомата, строевая подготовка, маршировка, все дела были. Ну, это что-то новенькое для нас, очень интересно, да, много всякого разного. Сейчас мы разбирали автоматы, сейчас у нас стрельба прошла, дальше у нас медицина, там маршировка. Последний и стал следующим этапом, куда отправился Алмаз со своей командой клуба «Патриот». Строевая подготовка требует от участников выполнения обязательных элементов, повторения всех основных команд, от смирно до шагом марш. Исполнение строевых песен приветствуется. Игра так и осталась игрой, поэтому наверстать очки отстающей команды могли и в интеллектуальных состязаниях. Один из этапов в ЕГЭ на минималках – тест по истории. Всего в программе 7 испытаний. В этом году движение первых является главным организатором вообще всех этапов «Зарницы-2.0». Поэтому в Альметьевске 16 апреля в 16-й школе проходит муниципальный этап. Наша зона, наш зональный этап состоится в городе Бугульма. Ну и затем лучшие команды уже представят на республике. Кроме строевой подготовки, знаний, истории, стрельбы, разборки автомата на скорость, были еще станции общей физической подготовки и тактической медицины. Елизавета Кудрявцева, Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Гуманитарный груз для раненых военнослужащих отправил в Заянск. На этот раз собирали все необходимое для проходящих лечения в Луганском военном госпитале. Отправка прошла на городском бульваре Победы. Это уже традиция. Волонтеры загружают в фуру все необходимое – продуктовый набор, одеяло, матрасы, ящики и мешки с лекарствами. На этот раз гуманитарная помощь была адресована военнослужащим, находящимся на лечении в госпитале Луганска. Гуманитарная помощь была организована волонтерской группой «За камья. Помощь госпиталям». Сюда привозят вещи из Альметьевска, Бугульмы, Нижнекамска, набережных Челнов и других районов. Это уже 19-я отправка груза в госпиталь. Проводы традиционно прошли у памятника освободителю. Глава района отметил сплощенность заинского народа. Он поблагодарил всех, кто готовил гуманитарный груз, а также студентов, которые помогали в его погрузке. 30-я крупная партия гуманитарного груза. Я всегда говорю, за первых дней активно включился в поддержку специальной военной операции, наших военнослужащих. И это дорогого стоит. Также будем продолжать. 20-тонный грузовик был заполнен всем необходимым. И это 30-й гуманитарный груз, который отправили из Заинска с начала специальной военной операции. Марина Юрьевна, Аделя Бурганова, Юлия Казамарова. Новость Юго-Востока. В Лениногорске сбили велосипедистку. Она погибла. Женщине было 75 лет. На записи видео видно, что пенсионерка переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд на велосипедистку совершила 45-летняя автоледи Накия. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. И расскажем о спорте в завершении. В Азнакаеве впервые прошел турнир по слэдж-хоккею. Это паралимпийский спорт. Хоккей с шайбой на специальных санях для людей с инвалидностью. Участие приняли 4 команды. Местная, из Альметьевска, Нижнекамска и из Казани. Турнир организовали на средства от выигранного гранта. Сюжет Алыфа Храдзиевой. Фестиваль слэдж-хоккея на санях в открытый мир в Азнакаеве провели впервые. На льду встретились сразу 4 команды. Алга из Азнакаева, Акбар Слэдж из Казани, нефтяник Слэдж из Альметьевска и Танека из Нижнекамска. В церемонии открытия участия принял глава района Марсель Шайдулин. Это непросто. Но несмотря на все трудности, они занимаются спортом, занимаются хоккеем, выигрывают турниры, участвуют на различных турнирах, побеждают. Спасибо нашим родителям, мамам, которые занимаются нашими детьми, приходят на тренировки. В первой игре между Альметьевском и Азнакаева гости выиграли со счетом 7-0. Слэдж-хоккей – довольно молодой спорт, и для многих хоккеистов это первые серьезные соревнования. А некоторые уже не раз выигрывали в республиканских турнирах. Этот спорт мне нравится тем, что он дает мне сделать свою возможность побеждать. Хоть участники в командах от 12 лет, накал страстей на льду совсем не детские. Болельщики с обеих сторон горячо поддерживали своих игроков. Мы приехали из Казани, представляем команду «Акбар Слэдж». Ну, какой он настрой? Настрой, конечно, боевой у нас, хочется победить, ребятам тоже очень хочется победить, но самое главное, конечно, это участие. Мы приехали с Нижекамска, в Азнакаево играем мы уже нашей команде полтора года. Ну, конечно, настрой у нас на победу. Опыт хоть и небольшой у детей, но настроены на победу все. Так что будем болеть, как родители поддерживают детей, и ждем с победой. Турнир провели в Азнакаево впервые на средства от выигранного гранта конкурса социально значимых проектов. Команда «Акбар Слэдж Хоккею» Азнакаево уже действует второй год. Мы в прошлом году выиграли турнир в Казани, первое место заняли. Данный вид спорта, он на сегодняшний день популярен в Татарстане. Есть несколько команд, в том числе проводятся уже российские на уровне России турниры. Турнир прошел в течение одного дня. По его итогам победителями стали команда «Нефтяник Слэдж» из Альметьевска. На втором месте Танека из Нижнекамска. На третьем – Алга Азнакаева. На четвертом – Акбар Слэдж. Алла Фахразиева, Рустам Акбиров, Лилия Валеева. Специально для ЮВТ-24. Написать нам можно в WhatsApp, Telegram или в соцсети. Мы есть везде. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова